Интернет, торговля, бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство. Именно в этих сферах чаще всего нарушаются права потребителей. Об этом сегодня говорили на заседании Координационного совета при главе республики. На машину упал лед с крыши, сапоги развалились при первой же прогулке, а ремонт в квартире только расстроил. Разные жизненные ситуации, а причина одна – некачественное исполнение услуг, в результате чего пострадали люди. Но если раньше редко кто пытался защитить свои права, то теперь народ пошел грамотный и жалобы писать научились. В 2019 году органами местного самоуправления рассмотрено более 1100 жалоб, что составляет 125% к уровню 2018 года. Увеличение у нас произошло за счет в основном увеличения количества обращений в сфере жилищно-коммунальных услуг в 1,6 раза. В сфере оказания бытовых и иных услуг количество обращений не изменилось практически. В сфере розничной торговли сократилось на 34%. Наибольшее количество обращений поступило среди городских округов в городе Чебоксары и городе Канаж. Среди муниципальных районов в Ядринском, Маргаурском, Канажском районах. В досудебном порядке удовлетворено более 900 требований потребителей, что составляет 87% от общего количества поступивших жалоб. Особое внимание специалисты уделяют качеству продуктов, продающихся в магазинах и на рынках. Здесь весьма сложно отследить ситуацию. Пищевые продукты нередко продают без документов и с истекшим сроком годности. И подтвердить или опровергнуть соответствие нормам можно только на основе результатов лабораторных исследований. Исследовано более 2000 пропищевых продуктов. Доля неудовлетворительных проп по сравнению с 2018 годом снизилась с 0,7% до 0,2%. Основным химическим загрязнителем являются нитраты в плодовочной продукции. Что касается интернет-торговли, то ее процент на рынке только возрастает. Но вместе с преимуществами у онлайн-шоппинга проявились и очевидные недостатки. Шанс встретить преступников в разы выше, чем в реальной жизни. В ходе рассмотрения обращений нами выявлены недостоверные информации у продавцей. Официалисты управления выступают в судах с заключением и в пользу потребителей, страдавших при покупке товаров через интернет-сайты. Всего присуждено 106 900 рублей потребителям в ходе таких судебных разбирательств. В том числе 12 тысяч моральный вред. И здесь считает в Рио главы республики Олег Николаев уместно вспомнить про уроки финансовой грамотности населения, особенно детей. Здесь нам, конечно же, надо быть более внимательными, потому что этот сегмент торговли очень динамично развивается, развивается как по форме, так и по объемам. В Министерстве образования я бы хотел все-таки более, может быть, критически посмотреть на процесс организации просвещения в части финансовой грамотности. Насколько мне известно, у нас в республике есть достаточно неплохая методическая даже база для того, чтобы эти вещи реализовывать уже в школьных, на школах, на площадках общеобразовательных учреждений, на площадках среднего профессионального образования. Соответственно, по возможности это все расширили. На заседании говорили и о качестве оказания услуг по перевозке граждан. По мнению Олега Николаева, транспортная реформа в Чебоксарах требует доработки. В Рио главы Чувашии предложил ввести единый проездной билет. Это поможет горожанам экономить семейный бюджет.